итак всем добрый день возможно у кого-то уже вечер возможно у кого-то утро и сейчас у нас с вами будет занятие по математике здравствуйте 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 так я надеюсь что сейчас меня и видно и слышно все у нас хорошо замечать лично давайте тогда начинать итак наша первая тема на сегодня деление с остатком дам всем здравствуйте ну мы наверное все понимаем что если у нас есть какие-то два натуральных числа то не всегда мы сможем одно из них поделить на другое нацию но например если у нас у бабушки есть 23 конфеты и у нее есть четыре внука то когда мы попробуем эти 23 конфеты разделить поровну между всеми внуками то у нас получится что каждый внук получит по пять конфет и еще три конфеты останутся данном случае у нас получается деление с остатком числа 23 на 4 как это обычно выглядит ну допустим мы делим столбиком вот мы делим 23 на 4 столбика начинаем делить соответственно берем по 5 5 на 4 это у нас 20 соответственно вот мы 20 вышли и получается что у нас три еще осталось в остатке случае когда у нас происходит деление с остатком у нас точно так же как и при делении нацело есть делимое есть делитель есть частная но еще в данном случае появляется остаток что вот в этом примере у нас соответственно 23 это делимое ну точно так же как и при обычном делении 4 это делитель 5 это будет здесь неполное частное то есть когда у нас деление происходит не нацело то у нас получается именно неполное частное когда деление происходит нацело то получается просто частное и соответственно 3 это что будет у нас остаток. Заметим следующее, что при делении с остатком у нас всегда будет остаток меньше делителя. То есть не может у вас получиться остаток больше, в данном случае, чем 4. То есть если вы делили с остатком, и у вас получился остаток больше, чем делитель, значит, вы поделили неправильно. Как такое, в принципе, может произойти? Ну, допустим, мы делили то же самое, что 23 на 4. Ну, подумали, что по 5 мы взять не сможем, а взяли, допустим, по 4. Вот мы вышли, у нас получилось 16, вычитаем, получается 7. И мы хотим сказать, что вот 23 – это у нас, значит, делимое, 4 делителя, неполоначастное 4, остаток 7. Вот так не может быть. То есть не может у нас в остатке получиться число, которое будет больше, чем делитель. Это значит, что мы до этого могли взять больше. То есть мы могли вот здесь взять не 4, да, в качестве частного, а могли взять больше. Ну, видим, что 5 можно было взять. Тогда мы бы 20 вычитали, и получилось бы у нас все правильно. Значит, дополнили эту мысль и уложили у себя в голове, что всегда у вас в любом случае при делении остаток должен получаться меньше, чем делитель. И если у нас при делении получилось, что остаток равен нулю, то мы говорим, что делимое делится на делитель без остатка, ну, либо делится на целое. Это одно и то же. То есть, допустим, если мы бы делили на число 4, ну, например, число 24, то мы бы поделили, взяли бы частное 6, вычитаем из 24 в 24, получаем 0. То есть в остатке у нас получилось 0, значит, наше число поделилось на целое. Ну, и, в принципе, то деление, которое мы до этого, да, рассматривали всегда, то есть когда у нас одно число делится на другое, это всегда было деление на целое. Вот это то же самое, что остаток 0. Значит, остаток при делении может быть либо равен нулю, либо может быть равен какому-то натуральному числу, и причем это натуральное число всегда будет меньше, чем делитель. Так, ну, я надеюсь, что, в общем, с этим более-менее все понятно определением. Давайте пойдем дальше. Ну, если мы посмотрим на этот пример, то мы видим, что в нашем числе 23 содержится 5 раз по 4 и еще 3. То есть мы можем записать, что 23 будет равно 4 умножить на 5 плюс 3. Соответственно, если нам нужно найти делимое определение с остатком, то нужно умножить неполное частное на делитель и к полученному произведению прибавить остаток. Значит, в общем виде это записывается так, что если вам нужно число А поделить на какое-то число Б с остатком, то мы записываем, что А будет равно Б умножить на какое-то Ку плюс Р. Значит, здесь у нас А это делимое, Б, это, соответственно, делитель. Ку, это будет неполное частное. И, соответственно, Р это будет остаток. И помним, что у нас всегда Р будет меньше, чем Б. То есть всегда остаток будет меньше, чем делитель. Соответственно, если у вас есть какая-то задача, в которой дано, допустим, дан делитель, дано неполное частное, дан остаток. Ну, значит, с помощью вот этой формулы мы находим делимое. Либо если у нас есть задача, в которой дано, допустим, делимое, неполное частное остаток, тогда мы с помощью этой формулы находим делитель. Ну и в принципе обычная задача на деление с остатком будет выглядеть так, что вот из этих четырех букв три у нас будут даны в задаче, и соответственно надо будет последнюю найти. Либо у нас будет задача просто, что дано какое-то число, и поделить его с остатком на другое число. Ну тогда мы просто столбик делим, и соответственно все находим. Так, вот эту формулу себе запишите, она полезная. Да, я понимаю, что есть люди, которые пишут, поэтому я специально делаю паузу, чтобы вы успели записать. Так, ну, наверное, все, кто хотел записать, я думаю, что записали. Давайте дальше двигаться. Ну, собственно, давайте поделим. Давайте, пожалуйста, поделим с остатком число 458 на число 9. Давайте, что я от вас хочу в ответе. В ответе я хочу от вас, во-первых, неполное частное, во-вторых, остаток. Так, когда вы поделите, у вас получится какое-то частное, получится какой-то остаток. Вот оба этих числа напишите, пожалуйста, в ответ в чат. Так, 50 и остаток 8. Вот прекрасный вариант ответа. Вот такой вот ответ у нас примерно и должен получиться. 50 и остаток 8. Ну, как будто бы получается 50 и остаток 8. Давайте проверим, значит, что мы делаем. Мы берем столбиком, делим число 458 на 9. Ну, мы понимаем, что 45, если мы делим на 9, это у нас 5, соответственно. Значит, вычитаем 45. Сносим 8. Ну, и у нас это, значит, на 9 не делится, значит, ставим 0. И действительно, вот у нас получается 50 и осталось 8 в остатке. Вот неполное частное 50, вот остаток 8 получился. Давайте под буковкой B посчитаем. Так, 61 и 3, 61 и остаток 3, 61 и остаток 3. Ну, и действительно, делим 247 на 4. 24 делим на 4, это у нас 6. Сносим 7. Можно по единичке взять. 7 минус 4, получается 3. И вот у нас получилось неполное частное 61, остаток 3. То есть, в общем-то, все то же самое. То есть, как мы раньше делили, так и делим. Только теперь у нас в конце не 0 получается, да, а какой-то остаток остается. Ну, и давайте еще один, наверное, сделаем. 7978 поделим на 89. Что у нас получится в неполном частном, что у нас получится в остатке. Так, 89 и 6. 6, 6, ну, 6, это, видимо, остаток опять же. 8, 9, остаток 6, 8, 9, остаток 6. Давайте посмотрим. Так, значит, нам на что-то надо умножить 89, чтобы уложить это в 797. Ну, кажется, это либо 8, либо 9. Давайте попробуем 8. Сейчас уж у всех 89 получилось. Давайте я 89 умножу на 8. Это у меня 2, 7 умеем, 8 на 8, 64, 1, 712. Так, и как мне понять, вот у меня правильное число получилось или мне надо было все-таки на 9 умножать? Ну, давайте я попробую сначала на 8. Вот я из 797 вычитаю 712. У меня остается 85. Ага, 85 меньше, чем 89, значит, все хорошо. Если бы я сейчас вышла, и у меня получилось число больше, чем 89, значит, мне надо было бы больше брать. То есть не 8 на 9, да, допустим. Ну, хорошо, сносим восьмерочку 858. Ну, и тут как будто бы уже на 9 надо умножать, потому что явно видно, что 712. Если мы вычтем, то уже больше 100 останется. Давайте на 9 умножим. 1, 8 умеем, 0, 801. Минус 801. И остается у нас 57. И что это значит? Это значит, что у нас неполно-частная действительно 89, но только остаток у нас не 6, да, как у вас получался. Вот у меня 57 получился остаток. Интересно, почему у вас получился у всех остаток 6. Наверное, как-то вы неправильно вычли по дороге. Так, вот видим, да, что если бы мы правильно посчитали, неполно-частная действительно 89, но только остаток 57 должен был оставаться. Так, ну, ладно. Я надеюсь, что, в общем, с этим более-менее понятно, как уж у вас там остаток 6 получился, честно говоря, я не знаю. Ну, что-то, видимо, когда умножали, наверное, число друг на друга, где-то неправильно умножили, потом стали вычитать, и уже дальше там неправильно пошло. Тут, в принципе, в общем, основная мысль такая же, что делим точно так же, как раньше делили, только в конце у вас раньше всегда 0 должен был получаться. Ну, и здесь теперь остается не 0, а какой-то вот остаток. Ну, в принципе, вот и вся идея. Давайте дальше пойдем. Такая у нас задача. На пошив одного пододеяльника требуется 6 метров полотна. Спрашивается, сколько пододеяльников можно сшить из 200 метров полотна, и сколько полотна при этом останется. Вот это типичная задача на деление с остатком. То есть у нас есть какое-то большое количество чего-то, ну, в данном случае метров полотна. На каждый объект у нас уходит сколько-то, значит, нам нужно узнать, сколько таких объектов мы сможем сделать, и сколько при этом у нас от 200 останется. В таких задачах нам нужно просто взять и поделить с остатком. То есть в данном случае нужно число 200 поделить с остатком на 6. Тогда неполно и счастливо даст нам количество пододеяльников, ну, а, соответственно, остаток покажет, сколько при этом останется плотно. Ну, давайте поделим и узнаем. Так, 33,2. 33, остаток 2. 33,2. Хорошо. Давайте проверим. Значит, берем мы 200 метров нашего полотна и делим на 6, потому что на каждый пододеяльник по 6 должно пойти метров. Начинаем делить. Берем по 3, будет 18. Осталось 20. Берем по 3, читаем 18. Осталось 2. Значит, у нас неполно и счастливы 33 и остаток 2. Значит, мы сможем действительно шить 33 пододеяльника и при этом 2 метра останется. Значит, когда нам нужно записать ответ в этой задаче, мы пишем, что 33 пододеяльника и останется 2 метра. Вот это, по сути, ну, как бы, да, смысл деления с остатком. То есть, когда у вас есть много чего-то, вы пытаетесь из этого сделать какие-то одинаковые вещи. Соответственно, мы узнаем в виде неполного участного, сколько таких вещей удастся сделать. И остаток, ну, он показывает, сколько у нас от всего, от всей этой, ну, в данном случае, ткани останется. Так, ну, хочется верить, что это тоже, в общем, более-менее понятно. Давайте следующую задачку посмотрим. Масса чугунной болванки 16 килограмм. Спрашивается, сколько таких болванок потребуется для отливки 41 деталей, каждая из которых имеет массу 12 килограмм. И сколько чугуна при этом останется. Соответственно, у нас есть какие-то болванки, да. Мы можем их взять, как-то вместе сплавить, и у нас получится сколько-то чугуна. Вот нам нужно из них потом наделать 41 деталь из этого всего чугуна. И каждая из этих деталей будет иметь массу 12 килограмм. Ну, значит, наверное, нам сначала нужно посчитать, сколько всего чугуна нужно на эту 41 деталь, а потом мы уже вычислим, сколько для этого надо взять болванок. Давайте сейчас последовательно посчитаем. Значит, сначала нам нужно посчитать, сколько нужно чугуна, да, для 41 детали. Для этого надо умножить 41 на 12. Это вы узнаете, сколько всего вам нужно чугуна. Ну, а потом, соответственно, узнать, сколько болванок нужно для того, чтобы весь этот чугун добыть. Так. Ну, вот. Так, 491, это мы, наверное, пытались посчитать, сколько нам нужно всего чугуна. 31 болванок, 4 килограмма останется. Может быть, а может и нет. Давайте, подождем, пока еще кто-нибудь у нас посчитает. Да-да, я вижу, 31 болванка, 4 килограмма останется. Ну, давайте я пока начну, посчитаю хотя бы, сколько вообще нам нужно чугуна. Значит, у нас есть 41 деталь, каждая из них имеет массу 12 килограмм. Значит, чтобы найти, сколько на них нужно чугуна, ага, вот 30 болванок, например, и 12 килограмм останется. То есть появился альтернативный ответ. Давайте считать. Значит, 41 деталь мы умножаем на 12 килограмм. Это мы получим, сколько всего нам нужно чугуна. Так, ну, умножаем. 1 на 2, 2, 4 на 2, 8, 1 на 1, 1, 4. Складываем, получаем 492. Значит, на все эти детали нам нужно 492 килограмма чугуна. И теперь нам нужно узнать, сколько нужно для этого болванок. Значит, раз одна болванка весит 16 килограмм, то мы теперь берем и 492 делим на 16. Тогда мы узнаем, сколько нужно болванок и, соответственно, сколько остается. Давайте делить. Значит, ну, по 3 берем. 3 на 16, 8. Соответственно, остается 12 у нас. Значит, нолик сюда ставим. Значит, когда мы поделим 492 на 16, у нас получается 30 неполночасно и 12 в остатке. Что это означает? Давайте думать логически. Если мы возьмем 30 болванок по 16 килограмм, то сколько мы получим чугуна? Ну, кажется, что 30 болванок по 16 килограмм, если мы возьмем, то у нас получится 480 килограмм чугуна. Правда же? А 480 килограмм нам хватит, если нам нужно 492 килограмма? Ну, нет, не хватит. Потому что откуда мы еще эту 12 килограмм возьмем? Значит, получается, что для того, чтобы получить все эти 492 килограмма, нам нужно не 30 брать болванок, а 31. Да, потому что если мы 30 возьмем, то нам не хватит. Значит, действительно, нам нужно взять 31 болванку. И как нам узнать, сколько останется теперь чугуна после того, как мы ее возьмем? Ну, раз у нас здесь оставался остаток 12, а одна болванка весит 16, то когда мы возьмем одну лишнюю сюда, то есть не 30, а 31 возьмем, значит, 12 килограмм из этой болванки у нас пойдет, чтобы вот эти 12 закрыть, и сколько останется? Ну, 16 минус 12. Значит, 4 килограмма останется. Смотрите, да, это, по сути, иллюстрация того, что когда у нас применяется деление с остатком, у нас бывают две разные ситуации. Вот первая ситуация, это была тогда, когда мы решали задачу с пододеяльниками, там как было? У нас было много полотна, и нам надо было нашить из этого много полотна какие-то там пододеяльники. Значит, мы взяли, поделили, получили, соответственно, количество, которое у нас осталось неполным частным. Это и будет то количество пододеяльников, которое получится. И то, что получилось в остатке, это и будет то, что сколько тканей останется. Здесь у нас ситуация немножко другая, потому что здесь мы делаем немножко не так. у нас получается какое-то общее количество чугуна, которое мы должны получить. И для того, чтобы его получить, мы должны использовать болванки. То есть мы делаем теперь наоборот. Если там у нас было общее количество тканей, и мы из этой ткани нашивали себе пододеяльники, то теперь нам нужно взять сколько-то болванок, чтобы получить это количество чугуна. То есть там мы делили много тканей на пододеяльники, а здесь нам нужно взять сколько-то болванок, чтобы получить вот это большое количество. Так вот, когда нам надо взять сколько-то, чтобы получить большое количество, то когда мы проводим деление с остатком, нам нужно посмотреть на то неполное частное, которое у нас получится, и взять на один больше. Тут логика примерно такая, что, да, представьте, что у вас, не знаю, там, есть какая-то пачка с конфетами, и в пачке у вас находятся пять конфет, а вам нужно угостить восемь человек. Если мы восемь поделим на пять с остатком, у нас получится неполное частное один и три в остатке. Но мы же, наверное, понимаем, что пятью конфетами мы восемь человек никак не угостим. Значит, одной пачки нам точно в данном случае не хватит. Ну, и понимаем, что надо взять две пачки, соответственно, у нас будет десять конфет, мы их когда раздадим, у нас две конфеты еще останется. Вот та же самая логика работает в данном случае, что раз нам нужно получить 492 килограмма в итоге, мы с остатком поделили, получили неполное частное 30, значит, 30 нам болванок не хватит, а нужно взять 31 болван. Ну, я надеюсь, что примерно понятно, чем эти два случая друг от друга отличаются. В одном случае у нас есть что-то большое, что мы делим на маленькие кусочки, а во втором случае у нас есть какие-то там упаковки, пачки, там болванки, еще что-то, и нам этим количеством нужно покрыть большое количество итоговое. Как бы разница вот такая вот. Ну, будем верить в то, что мы что-то поняли. Давайте попробуем дальше. Такая задача. Найдите у меня, пожалуйста, наименьшее двузначное число, определение которого на 12, получается остаток 2. О, как интересно. 26, 10, 24, 26, 242. 26, 14, 2, 6, ох, 5 разбираться. Значит, это задача, да, нам здесь нужно что-то там подделение, должен получаться остаток. Явно видим, что это задача на деление с остатком. Прямо написано, да, найдите число, определение которого получается остаток. Да, у вас есть задача на деление с остатком. Значит, как мы можем ее решать? Мы можем написать, например, нашу формулу. Формула у нас в задачах определения с остатком всегда одна и та же, а равно b умножить на q плюс r. Давайте в эту формулу мы подставим все, что у нас известно в задаче. Что у нас известно? Известно, что получается остаток 2. Значит, в данной задаче r это 2. И известно, что подделение на 12. Значит, в данной задаче b это у нас 12. Значит, наше число а должно иметь такой вид. 12 умножить на q плюс 2. При этом сказано, что оно должно быть наименьшим и еще двузначным. Но в принципе, если бы нас вообще попросили найти самое наименьшее такое число, это было бы действительно число 2, как пишет нам, например, Анастасиеву 4 раза. Почему? Потому что мы бы подставили q равно 0, а это наименьшее число, которое мы можем подставлять. Соответственно, получили бы, что а было бы равно 12 умножить на 0 плюс 2. Ну, соответственно, было бы равно 2. В чем проблема с этим ответом? В том, что нам сказано, что наше число должно быть двузначным. А 2 это не двузначное число. Ну, хорошо, давайте тогда следующее, самое маленькое найдем. Ну, какое следующее самое маленькое число? Ну, если q не 0, значит, наверное, q надо взять равно 1. Чтобы было бы тоже максимально логично. Ну, и тогда у нас получится, что наше число а – это 12 умножить на 1, соответственно, плюс 2. Получается 14. Так, 14 нам вообще подходит? Ну, это хотя бы двузначное число, уже неплохо. Давайте подумаем, оно наименьшее. Ну, да, оно будет наименьшее. Почему? Потому что наше число а задается вот такой вот формулой. И если мы сюда вместо q подставим любое другое число натуральное, которое больше, чем единица, то у нас, естественно, результат получится больше. Ну, в частности, получится 26, которое там писали. Ну, там, если q подставить 3, то будет 38, ну и так далее. Да, это прекрасно, что вы первое решили. Значит, в данном случае правильный ответ у нас все-таки будет число 14. Потому что это, во-первых, двузначное число, во-вторых, оно действительно дает определение на 12 остаток 2, и в-третьих, оно наименьшее. Ну, когда нужно найти наименьшее число, которое дает какой-то заданный остаток, тут обычно проблем не возникает. Почему? Потому что у нас вот в этой формуле, которая у нас есть, ну, мы сюда можем поставить только натуральное число, да, и 0. Ну, значит, наименьшее, чтобы найти, надо, видимо, 0 подставить. Если 0 по каким-то причинам не подходит, как вот здесь вот не подошло, потому что это не двузначное число получилось, ну, значит, 1 надо подставить. Ну, соответственно, если бы и 1 не подошло, мы бы 2 подставили и так далее, до тех пор, пока не подойдет. А теперь давайте представим себе, что у нас точно такая же задача, только надо теперь не наименьшее найти число, а наибольшее. Значит, решаем такую задачу. Найти наибольшее двузначное число, определение которого на 12 получается остаток 2. Давайте попробуем его найти. Кое же это будет у нас число? Продолжение следует... Так, ну, вот есть вариант 98. Это неплохо, это двузначное число. Оно выглядит как довольно большое. Давайте попробуем посмотреть, подходит оно нам или нет. Ну, во-первых, давайте проверим, в принципе, ваше число 98. Оно хотя бы дает остаток 2, по разделению 12 или нет? Давайте поделим 98 на 12. Ну, кажется, надо брать по 8. Что-то у нас 6, 1 в уме, 9, 96, 2. О, действительно, если я делаю, что 8 по разделению 12, у нас получается 8 неполночасные, 2 в остатке. Значит, как минимум, это число, оно двузначное, оно по разделению 12 дает остаток 2. Будет ли оно наибольшим? Ну, вроде как очевидно, что да. Потому что 98 – это почти 100, больше него, двузначное число – это только 99. Ну, и мы, наверное, догадываемся, что 99 уж не даст остаток 2 по разделению на 12. А на самом деле, какой остаток даст 99 по разделению на 12? Ну, кажется, понятно, что оно даст остаток 3 по разделению на 12. Ну, и вообще, давайте заметим такую мысль, что когда у нас числа идут последовательные, допустим, да, вот 98 и 99, то если мы посмотрим на остаток по разделению, ну, в данном случае на число 12, то остаток тоже будет увеличиваться на 1. То есть если 98 дает остаток 2, то 99 дает остаток 3. Если мы возьмем число 100, оно будет давать остаток 4, 101 будет давать остаток 5, ну и так далее. То есть если у нас само число на 1 увеличивается, то и остаток на 1 увеличивается. Ну, и так будет идти до тех пор, пока у нас не получится, что как будто бы число должно давать остаток 12, но остаток 12 не может быть потому что остаток не может быть равен делителю а на самом деле если мы пойдем так дальше дата у нас на счету 980 остаток 209 дает остаток 3 значит как будто бы число 108 вот она у нас как будто бы должно было бы выдавать остаток 12 но не будет там остаток 12 там будет остаток снова 0 потому что 108 будет на 12 делится ну и на самом деле вот так у нас identify будут циклично повторяться то есть если какой то что дает остаток 0 следующий за нет это стадок один следующий за ним остаток 2 потом остаток три потом остаток четыре так далее потом дойдет до остатка 11 и следующий опять будет остаток 012 ну и вперед а соответственно как в общем виде мне бы решить эту задачу да то есть откуда вообще берется число 98 пока числа у нас двузначные тут принципе несложно мы можем там как-то руками перебрать найти подобрать а теперь представьте себе что у нас была бы задача не наибольшие двузначные что найти а допустим наибольшие ну пусть будет четырехзначным тут как-то руками чудо подбирать уже вообще не хочется и как нам эту задачу тогда решить решать мы ее будем следующим образом сейчас я скину так давайте вернем то что нам будет нужно нам нужна будет нашу формула равно боку плюс а соответственно а у нас данным случая 12 q плюс 2 и ищем мы сейчас наибольшее четырехзначное ну например можно это сделать так давайте в принципе найдем какое есть наибольшее четырехзначное число ну казалось бы это число 9999 больше что назначено числа не бывает самое большое скольки то значное число это число составили за них девятка хорошо давайте я возьму и его поделюсь остатком на 12 вдруг она подойдет мало мы делим чуть чего у нас там 8 это у нас будет 96 39 соответственно 3 будет 36 39 опять же 3 и 36 и в остатке у меня получается 3 значит число 9999 во первых она не подходит потому что она дает остаток 3 но зная что она дает остаток 3 мы можем легко найти число который дает остаток 2 почему потому что мы только что говорили что если мы последовательно берем числа то у них как идут остатки 0 1 2 3 4 5 6 ну и так далее ну значит чтобы в остаток был 2 надо просто взять число на 1 меньше значит нам подойдет число 9998 ну и вообще в принципе если у нас есть задача такого плана там какой-то не больше число наименьшее число найти еще что-то то мы можем взять просто вообще вот наибольшее число которое подходит под свою задачу ну данном случае четырехзначное найти его остаток а потом пользуясь нашим знанием о том что остатки идут по порядку соответственно найти уже нужно вот ну тут в общем да полезная мысль которая надо у себя в голове закрепить что когда вы смотрите на числа и на остатки определения на какое-то число то эти остатки будут идти по порядку если число порядку так ну в общем надеюсь что более-менее понятно так и давайте на последнюю задачу на эту тему еще сделаем и чуть-чуть следующую тему начнем такая задача найдите мне пожалуйста делимое если известно что делитель у нас 25 не полная частная это 0 а остаток это 12 ну естественно тоже самый формулой воспользоваться эта формула у нас всегда подходит когда у нас задача про деление с остатком вот она всегда все эти задачи прекрасно решаются с помощью этой той же самой формулы а равно бы куплюсь а что вот наша формула надо ее применить к этой задачи и найдете вы тогда все что нужно так 13 12 13 12 вроде как только 13-12 0 и 12 давайте разбираться значит что нам нужно найти нужно найти делимое значит вспоминаем что у нас где в этой формуле это у нас делимое это у нас делитель это у нас неполное частное а это у нас соответственно остаток казалось бы нужно теперь просто в эту формулу засунуть все числа которые у нас есть задачи делимое нам нужно найти значит а у нас остается делитель так найдите делимое если делитель 25 значит б это 25 неполное частное 0 значит q это 0 и остаток 12 ну значит r это 12 божественно нам нужно 25 умножить на 0 и прибавить к этому 12 вопрос сколько получится было бы довольно странно если бы у нас получилось 13 потому что если мы 25 умножим на 0 то кажется у нас получается 0 а 0 плюс 12 это уж все-таки 12 правда же ну откуда у нас получается 13 я в принципе могу предположить наверное вас 13 получается следующим образом что вы из 25 12 зачем-то вышли ну только давайте посмотрим на форму да нам же тут не надо нигде ничего вычитать вот у нас формула вот в ней стоит был может таку плюс ну значит надо было 25 умножить на ноль получить ноль и к этому прибавить 12 ну и собственно 12 это и был правильный ответ в избежание проблем с решением задач на эту тему я вам советую что если вы в принципе видите и понимается что какая-то задача про деление с остатком напишите себе всегда вот сначала эту формулу и попробуйте туда поставить все что у вас давно задача но с вероятностью 90 процентов дальше вы задачу решите были так ну надеюсь что в общем все понятно главная форма у нас вот вот ее надо запомнить принципе хочется верить что что-то мы поняли запомнили записали давайте пойдем к следующей теме и следующая наша тема это упрощение выражений давайте посмотрим такие два выражения в скобочках 5 умножить на 4 и все это умножить на 3 и такое выражение 5 умножить на 3 плюс 4 умножить на 3 ну заметим что они имеют одно и то же значение потому что если мы сначала сложим 5 плюс 4 мы получим 9 9 умножим на 3 27 если мы сначала умножим 5 на 3 получим 15 умножим 4 на 3 получим 12 15 плюс 12 27 ну вот у нас есть картинка на которой показано почему собственно эти два выражения равны вот у нас голубеньким и желтеньким показывается по сути результат если мы сначала умножим 5 на 3 4 на 3 значит голубенький вот 15 шариков желтенький 12 шариков а если мы рассмотрим это как первое выражение то есть 5 плюс 4 умножить на 3 то видим что у нас всего в одной строчке 9 шариков то есть 5 плюс 4 ну и соответственно столбики 3 вот мы умножаем 9 на 3 ну и там и там 27 получается хорошо что иллюстрирует данный пример данный пример иллюстрирует следующее правило которое называется распределительным свойством умножения относительно сложения и звучит это правило следующим образом для того чтобы умножить сумму на число можно умножить на это число каждое слагаемое и сложить получившееся произведение ну и действительно да что мы только что сказали мы сказали что если взять 5 плюс 4 и это умножить на 3 то соответственно это то же самое что 5 умножить на 3 плюс 4 умножить на 3 то есть чтобы умножить сумму на вот это вот число мы умножаем на это число каждое слагаемое и соответственно складываем получившееся произведение так ну давайте кто записывает записываете называется это распределительным свойством умножения относительно сложения и если мы хотим это записать ну с помощью букв то соответственно записывается следующим образом а умножить на а плюс b и все это умножить на c это то же самое что а c плюс b c так замечательно сия блестящее свойство распределительное свойство умножения относительно сложения ну как об этом обычно бывает раз у нас есть какое-то свойство относительно сложения наверное будет свойство относительно вычитать давайте посмотрим посмотрим такой пример пусть у нас есть 9 минус 5 и мы сначала это вычитаем и потом умножаем на 3 либо же сначала мы 9 умножим на 3 и вычтем отсюда 5 умножить на 3 ну и там и там опять получится один и тот же результат 4 умножить на 3 это 12 и 27 минус 15 тоже 12 и этот пример у нас иллюстрирует следующее свойство что для того чтобы умножить разность на число можно умножить на это число уменьшаемое и вычитаемое и из первого произведения вычесть второе ну и это собственно распределительное свойство умножения относительно вычитания логично у вас есть относительно сложения вот есть и относительно вычитания тоже ну и с помощью букв она записывается следующим образом что а минус b умножить на c это то же самое что а c минус bc оба эти свойства зачем они вообще в принципе нужны ну вообще говоря очень много зачем это два очень полезных свойства не очень много и часто где используется ну как мы видим наверное из буквенной записи да и в принципе из примеров видно что во первых с помощью этих свойств можно раскрывать скобки то есть когда у вас есть какая-то скобка в скобке стоит либо сложение либо вычитание и потом это все умножается на какое-то число то собственно как раз таки с помощью распределительных свойств мы эти скобки будем раскрывать значит что нужно не забыть при этом самое главное что не нужно не забыть что когда вы раскрываете скобки и это скобка да там шло допустим вычитание умножается на число что вам и первое слагаемое и второе нужно умножить на это число то есть какая бывает самая распространенная ошибка на эту тему ну пишем мы 9 минус 5 допустим умножить на 3 и потом такие говорим ой это же у нас 9 минус 5 умножить на 3 вот так не надо делать не надо так делать надо оба именно слагаемых там ну либо соответственно вычитаем или до-м и уменьшаем мы все оба числа умножится эти три если у вас скобках стоит много чисел то есть например у вас был 9 там плюс 5 минус 2 и все это умножить на 3 то когда вы раскрываете скобки вам все эти числа надо умножить на 3 то есть это будет 9 умножить на 3 плюс 5 умножить на 3 и минус 2 умножить на 3 Здесь мы, по сути, применяем комбинацию двух распределительных свойств для сложения и для вычитания. Так можно делать. То есть, когда у вас в скобках есть какая-то комбинация плюсов-минусов, потом все это умножается на число, вот так мы раскрываем эти скобки. Так, давайте дальше. Зачем еще нужно распределительное свойство умножения? Зачем оно нужно для того, чтобы упрощать буквенные выражения? Представьте себе, что у вас есть выражение вида 3а плюс 7а, ну, либо, допустим, выражение вида 26х минус 12х. Как нам это упрощать? Ну, распределительное свойство умножения, оно помогает не только раскрывать скобки, оно помогает делать и наоборот. То есть, можно у нас какой-то общий сомножитель за скобку выносить. И можно это делать не только с числами, а и с буквами тоже. В данном случае, вот у нас есть 3а плюс 7а. Ну, видим, что у нас и в первом слагаемом, и во втором есть а. Давайте мы возьмем это а и уберем его за скобку. Тогда в скобках у нас остается 3 плюс 7. 3 плюс 7 мы можем сложить, это 10. Значит, получаем 10а. Ну, обычно, когда это записывается, вот этот промежуточный шаг со скобкой, его они пишут, ну, соответственно, пишут сразу, что 3а плюс 7а будет просто 10а. И если у нас идет вычитание, делаем то же самое. 26х минус 12х, соответственно, х выносим за скобку, получаем в скобках 26 минус 12, ну, и вот у нас получилось, значит, 14х. То есть, когда у вас есть какое-то буквенное выражение, и там есть и буквы, и числа, то если у вас там находится одна и та же буква, то вы можете эту букву, ну, обычно мысленно вынести за скобку, соответственно, провести все действия с числами, которые есть, там, сложение, любое вычитание, вычислить число, которое в итоге получается, ну, и написать его, и написать эту букву. Так. Давайте, наверное, мы сейчас на этом месте сегодня остановимся, и дальше уже пойдем в следующий раз. Соответственно, в следующий раз мы начнем с того, что повторим эти два свойства, я уже не буду подробно там ничего про них рассказывать, просто повторим, как они выглядят, и будем двигаться дальше. Ну, наверное, несложно догадаться, к чему это все идет. Когда мы обычно встречаем буквы, числа и буквенно-численные выражения, которые нам нужно упрощать, ну, естественно, когда мы решаем уравнение. Соответственно, дальше, следующий шаг, который мы будем делать, это все, что вот это вот мы сейчас посмотрели, эти распределительные свойства, мы будем применять для решения уравнений. Ну, и, в общем, в следующий раз, как раз с этого мы и начнем, мы эти два распределительных свойства повторим и посмотрим, как с помощью этого упрощаются и решаются уравнения. Ну что, я надеюсь, что было, в общем, сегодня более-менее понятно. И тогда, если вопросов пока нет, давайте мы на сегодня на этом закончим. Всем спасибо за занятие, и через неделю я вас жду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!